Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня видео из рубрики «Ответы на вопросы». Я, как всегда, выписал самые интересные, как мне показались, последние ваши комментарии зрителей моих, протесты, претензии даже, из-под последних моих видео. И буду их комментировать, отвечать на вопросы, разбирать, что так, что нет, глупости разные и прочее. Будет интересно. Ну и, конечно, напомню, что вопросы здесь не только напрямую здоровье касающиеся, но и вопросов нравственных, этических и общественных, ну и прочих. Не буду терять время, сейчас я вам кратко зачитаю, о чем здесь пойдет речь, прямо по порядку, как я буду потом зачитывать эти письма и их разбирать, какие темы затрагиваются в этих письмах. Ну, конечно, что вот эти ваши советы, как пишут многие люди, помогут или помогают избежать многих проблем со здоровьем. Вопрос, откуда брать B12, если не хочется синтетический витамин принимать, а в яйцах много холестерина. Вот, теперь про эту Наталью Кэмпбелл, про которую я отдельное видео сделал, снял, там подробнейший разбор того, что она там несла. Насчет там 2 килограмма мяса в день надо есть, только мясо, растительная пища не является для нас, так сказать, она вообще не питает организм, она вредна и так далее. И вот пишет человек аргументы, полная ерунда, ну а дальше так, теперь. Кстати, про разбор того видео, сегодня несколько будет комментариев, ну, я, вообще их очень много было, но я сегодня зачитаю некоторые, которые надо прокомментировать. И вот одна из них претензия мне такая, значит, что не понравилось, что я там говорил о браке с иностранцами и то, что почему это поездки из России за границу, так сказать, делать нельзя неправильно. Это разве вам не хотелось внуков на аттракционах в Диснейленде прокатить? Он там понежится на Бали, вот паразитические такие рассуждения, так сказать, сиборитов. Ух, я отвечу вот здесь так подробно и развернуто. Ну а дальше, что вот я заказывала продукты ваши во Францию, значит, ну вот и кое-что я поясню более глубоко на эту тему и широко. Для тех, кто смотрит меня из других стран, кто хочет заказать там что-то, какие-то продукты наши или продукцию иного рода, поясню. Так, а вот женщина пишет про сыроедных сахарных наркоманов, фруктовые соки пьют, начинаются проблемы, о чем я несколько видео, уже там 2-3 главных снимал, про вот фруктозу, что он быстро всасывается, ожирение печени происходит и так далее, и так далее. Тут очень важная тема, она касается очень многих, ошибки многих, это я тоже сейчас разберу. Ну а далее, вот претензия ко мне опять очередная, которая, ну, которая разумный, вменяемый, хоть внимательный чуть-чуть человек не может написать. Купить в вашем магазине можно только от 10 тысяч, что за проблема, там, так сказать, вот такая претензия. Хотя под каждым продуктом, товаром, который менее 10 тысяч стоит, написано, что в рамке выше непосредственно этого продукта, любого на страничке, что там написано в рамке, поясню. А вот такой философский вопрос, куда человек попадает после смерти и что с ним происходит потом, есть ли, то есть, вечная жизнь и прочее, вот об этом. Чем больше смотрю ваши видео, тем мне меньше хочется употреблять мяса в пищу. Хорошо. А вот крик души человека, ну, он как бы, ну, не то же жалуется, но вот, что людям, многим, родственникам, говоришь, указываешь, какие проблемы в организме, что ты там даже покупаешь продукцию, а они ничего в своей жизни не хотят изменить, не изменили, у меня руки опускаются, уже не хочется людям там помогать даже, бесполезно. Ну, вот глубокая тема, вот, и еще такое подобное, но уже с другой стороны, что люди с достатком порой, вот, возможности, у кого есть пользоваться качественной продукцией, дорогой, там, качественной, все равно питаются не пойми как и ведут нездоровый образ жизни и не покупают здоровую еду. Да, видите, это просто отсутствие логики. Ну, ладно, у человека, у кого нет возможности, ну, что тут говорить, а у кого есть, ведь таких очень много, и они, это, это просто немыслимо. Есть такая категория из обеспеченных людей, хотя многие из них понимают, что от того, что ты ешь, как, вообще, зависит качество и продолжительность твоей жизни напрямую. И многие люди стоятельные, в общем, жить-то дольше хотят, и поэтому они все-таки учитывают и прямо-то разбирают. Другой вопрос, что у них ошибок тоже очень много, потому что наслушаются разных, сами не знают, наслушаются каких-нибудь диетологов, врачей и горе вот таких, и идут в одну сторону, потом там разочаровываются в другую, в третью, и, в общем, не находят истину. А знаете почему? Тут сразу такая проблема возникает. Некоторые мне пишут, долго или там ближе к делу? Да хрен там ближе к делу. Я как раз рассчитываю на разумных людей, которые как раз бегать из стороны в сторону надоело, и они хотят разобраться. Я хочу, чтобы люди думать научились, стали думать, и я отдаю им эту пищу для ума, я объясняю, почему причинно-следственные связи. И это очень важно. Ну, мои лекции для разумных людей. Начинаем. Значит, спасибо, Юрий Андреевич, за видео, полностью с вами согласна, абсолютно по всем вопросам. Спасибо, что вы делаете такие разборы, ответы на вопросы, писем и актуальных нам тем. Здоровья вам, вашей семье. Благодарю, вот я и стараюсь это делать чаще уже, чем раньше. Галуз Галстян, 2271. Так, здравствуйте, Юрий Андреевич, все симптомы указаны вами в этом видео, вот в этом. У меня есть эти советы, мои советы в том видео, помогут нам избежать многих проблем. Спасибо вам. Пожалуйста, очень буду, очень буду рад. Человек пишет, откуда брать витамин В12, если не хочется синтетически принимать, потому что, действительно, синтетические витамины очень вредны, очень вредны. А в яйцах много холестерина. Во-первых, хочу сразу сказать, а то забуду точно, что вот как у нас есть те или иные витамины, либо минералы в липосомальной форме, когда какое-то вещество окружено фосфолипидной оболочкой, в ЖКТ она не разрушается, пройдя уже до тонкого кишечника, всасывается в кровь, кровью разносится во все клетки организма, с другими мономерами, питательными веществами, и там усваивается, всасывается. А вот эти липосомальные оболочки идут на построение мембран клеточных, которые тоже состоят из фосфолипидов. То есть, просто идеальный вариант. И усвоение стопроцентное. Но тут какой момент? Да, что В12 тоже будет скоро. Ну, как скоро? Может, месяц-полтора? Ну, точно В12, витамин липосомальный у нас тоже будет. Но отвечу вам на ваш вопрос. Дело в том, что да, в яйцах, как исключение, ну, для тех, например, кто вегетарианцы и яйца этически, может быть продуктом, если кур не убивают, если куры содержатся отдельно от петухов, яйца неоплодотворенные, зиготы нет, жизни нет, зародыши, и, соответственно, жизнь вы не убиваете. Это в плане этики. Ну, если куры хорошо живут, ухаживаются не хуже, чем там прожили бы в идеальных условиях где-нибудь в природе, их дикие предки, ну, прям вот так вот утрированно все возьмем. Такое может быть, может у меня так. Так, что касается, мы не продаем пока яйцах, мало там, и куры делают тут не в продаже, и не в этом, а просто в истине. И действительно, в желтках витамина В12 много, достаточно. Если бы человек ел там 2 яйца в день, даже одно, там даже, там, скажем, 2 раза в неделю по 3-4-5 яиц, да, В12 было бы достаточно. Но не у всех такая возможность, и яйца такие нельзя, из магазина можно, ну, конечно, там химия можно, из магазина В12 там тоже есть, безусловно, в желтках. Ну, вот, допустим, да. Но вот человек пишет, что холестерин, проблема холестерина. Дорогие друзья, еще раз, проблема холестерина, его надо бояться, а животный жир, в том числе желтки, это холестерин, то есть животный жир. Проблема там в чем? В том, что если вы едите первое, второе и компот, как говорится, то вы принимаете много, едите быстрых углеводов, сахаров, глюкозы, фруктозы. Но, во-первых, белки с глюкозой, это гликирование дают вот этот клей в организме, и очень большие проблемы со здоровьем. И вообще, вот, проблема раздельного питания, она правильная, в принципе, в этом смысле. Но лучше вообще убрать сахара, конечно. И вот кетопитание в этом смысле, это к мясу не имеет отношения, имеет отношения к жирам, получение энергии не из углеводов, простых, глюкозы, фруктоз, а из жиров, к этому это имеет отношение. Так вот, кетопитание, оно может быть веганское, сыроедно-веганское, может быть мясное палео, так сказать, но преимущество, то есть жир, который даёт энергию, процесс кетозы запускает. Это второй альтернативный гликолизу процесс, то есть получение энергии не из глюкозы, а из кетонов и из жиров. И тут беда-то вот в чём, что люди до сих пор понять не могут, что если бы вы ели только вот жиры, ну, зелень, там, разная диета, может быть, веганская, там, сыроедная, веганская, мясная, ну, кето, где быстрых углеводов, вот, сахаров, фруктозы, глюкозы, сахарозы или синтетические, тем более, сахаров нету, а есть жиры, холестерин, то проблем с ним нет, он будет перерабатываться на энергию, построение клеточных мембран, желчи там, ну, вот, всё-всё-всё на что необходимо, нет проблем. Но когда жиры идут, и плюс быстрые углеводы, вот тогда, кстати, тоже гликирование, мало кто это знает, возникает, тоже гликирование, и плюс ко всему, тогда никогда жир не пойдёт вот на процесс кетоза, а перебьёт всё глюкоза, то есть будет идти гликолиз, но избытки сахаров будут переходить и в жировую ткань вашу же, и жиры будут переходить, и сосуды будут забиваться, что называется, и от раскалеротической бляшки образовываться, особенно, если не хватает таких витаминов, как Е, С, В1, В6, значит, ну, Д3 с К2. А Д3 с К2 очень важны вместе, то есть, чтобы не было дефицита К2, чтобы не было кальцификации сосудов, чтобы кальций в сосудах не откладывался вместе с холестерином, не образовывал бы холестериновые бляшки, те самые страшные, которые образуются из-за плохого холестерина в крови, потому что сахара много человек ест, и потому что не хватает витамина К2. А если, тем более, человек начинает Д3 принимать только витамин Д3, то этот процесс усиливается кальцификацией сосудов. Но глупые врачи, неучи, кто плохо биохимию знает, какие бы звания у них не были, в какая разница, если они очевидных вещей в биохимии не понимают, что если бы не было дефицита К2, не было бы этой проблемы с кальцификацией сосудов. Но это я уже расширил тему, как говорится, я думаю, не напрасно, и уж прямо объяснил всё это вместе. Значит, у меня было отдельное видео про Б12, вы его посмотрите. Ссылки, кстати, сразу скажу опять, вот на всё, о чём я буду говорить сейчас, на разные видео, там важные, которые стоит вам посмотреть, на какие-то товары, продукты, я всё оставлю под этим видео по одной, единой ссылке. Вы зайдёте под это видео, смотрите на экранах, как это происходит. Вот смотрите, видите, верхняя синяя активная ссылочка, там написано, что вот по этой ссылке перейдите, там всё, всё, что о чём я говорил. Вот вы переходите, тыкаете мышкой и попадаете на страничку моего сайта юфролов.блог, а там уже раз, два, три, четыре, пять, десять, двадцать, все ссылки, о чём я тут говорил, рекомендовал, и ещё на кое-что, что я вам очень советую посмотреть. Ну вот, поняли, я надеюсь, потому что многие всё равно не понимают и пишут опять, как вот в пропасть куда-то я говорю, в пустоту как будто. Так, про Б12, поэтому яйца, проблем в них нет, можно было бы есть даже по пять штук в день, по шесть. Если вы ели зелень, овощи, много зелени, сначала зелень, потом вот, допустим, только яйца и больше, знаете, я вам так скажу, ничего вообще, то в принципе, особенно если куры, да, на свободном выпасть, если они правильно кормились полноценными кормами. Ведь откуда возникают, берутся те или иные питательные вещества в яйце, какие-то путём синтеза в организме курицы. Но всё равно из тех, которые поступают к ней в пищу, поэтому тут очень важный момент кормления. Но если это всё правильно и идеально, то вот яйцо, это уникальнейший, полноценнейший продукт, плюс, например, зелень, овощи. Но иногда что-то, какие-то орехи, прочее. У меня, в принципе, было видео, а что же тогда есть? Я там всё это пояснял подробно, сейчас не буду, да, естественно. Но говоря о веганском питании или о веганском сыроедном питании, или вот по крайней мере с одним исключением, с яйцом, который уже, так сказать, должен, по идее, заткнуть глотки всем злобным диетологам, которые вопят против веганства сыроедения, да, тут вообще ничего они не смогут возразить, если они совсем не конченые идиоты, потому что в яйце есть всё. Все незаменимые аминокислоты, все незаменимые, жирные кислоты, там, ну, ЭПК, ДГК, да, пожалуйста, там всё есть абсолютно. И вот та самая действительно уникальная нужная клетчатка и прочие фитонутриенты и так далее, которые, кстати, не являются, в отличие, например, от белков, лектинов растительных, которые вызывают воспаление, действительно, как в послёновых. Так вот, в зелени этого ничего нет и антинутриентов никаких нет, да, там. Плюс ко всему, наоборот, есть важнейшие жизненно необходимые компании. Плюс в наши дни всё равно не обойтись без, понимаете ли, дополнительных добавок, самых важных вещей. Вот я сказал про B1, B6, например, в спирулине есть и то, и то, плюс вообще незаменимые аминокислоты. В хлореле, все незаменимые, кстати, и плюс много, и витамин Е, и витамина, да много чего там есть. И вот сегодня я ещё коснусь темы спирулины. Так что, в принципе, я вам ответил. Синтетический, да, не надо. Хороший липосомальный будет у нас позже. Пока. Но лучше, конечно, есть проблема с B12 хоть синтетической, чем никакой. Если вот есть проблемы, если повышенный гомоцистеин, за которым периодически следить надо, на анализ сдавать, проверять, то про яйца вот я тоже пояснил, что нет беды, если вы правильно... А если вы яйца потом тортиком заедаете, это полный вперёд будет, да, так сказать. Вот тогда, да, нельзя категорически, это понятно. Но думаю, я светил полно. Нет, напишите потом, что тут неясно из того, что я сказал. Илья Фридом, Ник. Юрий Андреевич, благодарю вас за интереснейший разбор. Вы лучший специалист в области питания из тех, что я когда-либо встречал на просторах интернета за свои 7 лет активного поиска и анализа. Это вот очень ценный, как говорится, отзыв. Долгих вам лет жизни и активного процветания в ваших тихущих делах. Благодарю вас от всей души за добрые, тёплые слова и за такую высокую оценку. Ну, она, конечно, в общем, объективна, и сам бы я так оценил, честно говоря. Вот не потому, что вы пендриваете, тем более, что писем таких мне тысячи приходили за вот годы моей работы, что, конечно, я уже, как говорится, не испытываю каких-то, ох, какой они, нет. Это только лишь потому, что, чтобы попытаться разным путём достучаться до тех людей для их же блага. Вот я уж действительно, знаете, вот правда, вот такое выражение, оно истинно, что вот порой благо, порой человеку, тем более обществу в целом, потому что люди разные, в основном глупые, в основном, к сожалению, можно только насильственно дать. Только, если это истина, вот донести, достучаться, вложить, только насильственно порой. Ну, насильственно – это очень широкое понятие. Кого-то заставить, там, мама заставить, там, посмотреть, там, я не знаю, там, супруга своего, кто-то там, ну, вот я об этом, да? Идём далее. Какая глупая эта женщина Кэмпбелл? Ну, вот эта Наталья, там, Кэмпбелл. Аргумент её полная ерунда. Даже человек со средним образованием, как я, видит, что вся её теория – ложь. Но, к сожалению, не все. А многие с двумя-тремя высшими не видят. Но на чём, ни на чём не обоснованное. Да, я это доказал в своём видео. И, так сказать, вот по каждому пункту, ну, где-то она права. И я говорю, права и почему. А где-то опроверг то основное, что она несёт, какую мысль она пытается вбить установку в подсознание людей. Ну, вы посмотрите, кстати, ссылку эту на видео Кэмпбелл я на первом месте оставлю вам по той единой ссылке, о которой я уже вам только недавно сказал. Ну, а кто-то пишет, вот давно так не смеялась по тому же самому видео. Шикарное чувство юмора. Ну, кое-где, да, у меня проскакивает. Вообще, я это видео вставил в плейлист на моём канале. Вот этом. Такой есть плейлист. Называется «Сосиска в голове». И это вот эта тупость дурь людей, вера в кусок, ну, в жрачку любимую. Вы понимаете? Вера в любимую жрачку. Они пытаются обосновать как угодно, путём даже глумления над разумом человеческим, вот эту любимую сосиску, которая у них и в брюшке, и в голове. Ну, вот такая рубрика. А вот теперь вот, да, Ирина Бухтоярова, как-то так, вот 8-9-13. Претензия. Уважаемый, то, что вы говорите о национальности, ну, вот в том видео про Кэмпбелл, мой анализ, да, о браке этой неизвестной мне диетологине, переходят все нормы человеческой морали. Сейчас поясню. И очень удивило то, что вы говорите о поездках за границей России. И вот дальше, разве вам бы не хотелось, чуть оставлю далее. Я первую часть сейчас разберу вначале. Насчёт того, что я там говорю о браке и так далее. А что я там говорю о браке? Ну, во-первых, о национальностях. А что я там о национальностях говорю? Я что, сказал, что какая-то национальность убого, ущербная и так далее? Никогда в жизни я такого не говорил. Никогда такого не говорил. И не надо врать. А что я там о национальностях сказал? Может быть, то, что, так сказать, человек той или иной национальности... Кстати, я даже там этого не говорил. Я там этого вообще ничего... Я сейчас поясню. Да, я считаю, что человек любой национальности, конечно, должен иметь и совесть, и национальную там какую-то гордость, не идиотизм, гордыню и прочее, а, так сказать, гордость нормальная за свой народ, нацию, за предков, за свой род. Вот. И что любой человек, например, он азербайджанец, допустим, да? Хотя многие даже азербайджанцы говорят, такой национальности нет, ну, правильно, потому что там менее сколько, 150 лет, 170 Азербайджану, как даже меньше, какой-то при СССР именно Азербайджан стал называться. Ну, короче, были Талышское ханство там когда-то, там и прочее, есть Талыши, если глубже так смотреть. Сейчас неважно, ну, не будем в такой крайности, армяне там, значит, кто угодно, буряты, они, многих малых народов уже нет. Так вот, все должны сохранить свой народ первым делом, поэтому жениться, замуж выходить надо на представителях своего народа. Это ваши ответственности долг даже перед вашими предками, которые жизнь за вас отдали, так сказать, и за ваш свой народ. Это нормально. Я же не говорю, что только русские, а другие, ну, это, так что, что я тут такого говорю? Правильно я говорю. О браке этой Кэмпбелл я говорил, что вот она русская, российская, ну, советская, потому что там татарка, да? Вот, но вышла за англичанина. Вышла за англичанина, а потом сейчас говорит, как там в Англии почвы убиты все, ну, понятно, что люди одебилены вот этой вот пропагандой глобалистов настолько, что, ну, это вполне понятно, да. Да. И, значит, вот она приезжает в Россию к родственникам. Я ей говорю, а почему вы в Россию-то не приедете? Это во-первых, да? Во-вторых, да, я говорю, что не нашли своих, так сказать, ну, русских там, татар, так сказать, ну, как это, так сказать? Я понимаю, допускаю, я допускаю, что может быть такая любовь прям, что вот, так сказать, представители одной нации или даже уж расы, я не понимаю, это совершенно другая ментальность, это я вообще не понимаю. Ну, ладно, другая национальность, в общей единой культуре, тем более, когда Советский был Союз, как говорится, все народы-братья, и культура была действительно общая, единая. Все, как говорится, изучали великую русскую культуру, были близки, так сказать, я вот знаю людей, которые, так сказать, ну, например, армяне по национальности, а русские такие же, как самые-самые коренные русские, ну, точно такие. Все это понятно, нормально, но тут англичанин, да, англичанин. Причем, ну, 30, правда, это назад лет было, или там даже больше, это ладно. Я не то, что в осуждение это говорю, в недоумение и, как бы, так сказать, сожаление, тем более сейчас. Ладно тогда. Сейчас, когда русский народ, в общем, вымирает, вот, начиная с 90-х годов, очень серьезным образом, и я даже этим самым больше обращаюсь к русским людям, что воспитывайте правильно своих детей. Русский народ, державообразующий народ нашей державы, вымирают среднерусские области, Псковская, Новгородская, Тверская, Вологодская, Смоленская. Нам надо восстанавливать, как возрождать культуру, поддерживать и все. Нужно больше рожать детей. Каких своих русских, для которых твоя культура национальная самая родная. И, так сказать, кто, кроме как русских людей, будет в полной, абсолютной мере, правильно, воспитанные, конечно, заботиться о сохранении своей культуры. Вот о чем идет речь. И это очень больная для меня тема. И для любого русского человека, патриота своей страны. Более того, вам скажу, что любой, например, дагестанец, чеченец, должен точно так же к этому подходить. Я говорю сейчас не о том, что, значит, вот на чеченцах, чеченках женятся, ну, вот каждый чеченец. Я говорю о другом. Согласиться со мной по поводу именно русского народа. Потому что только русский народ создал, во-первых, это просто факт исторический, без всяких рассуждений, эту великую страну. Удерживал ее от разрушения, нападок мировых коалиций столетиями. И создал вот все то, что в науке, технике для других республик, всех без исключения, дал развитие, так сказать, всех направлений технических, научных, инженерных, медицинских и прочее. Это русский народ. И не будет русского народа, будет он, так сказать, задушен на коленях и так далее. Всем народам остальным, чеченцам, Дагестанам, всем будет плохо. Начнутся междоусобицы, начнутся стравливания и не будет скрепляющей той, так сказать, силы, которая позволила бы не дать подлецам уничтожить, безусловно, по их главному движущему девизу в жизни, разделяй, стравливай и властвуй. Кто этого не понимает, тот идиот. Любой нормальный человек любой национальности должен все делать для того, чтобы в первую очередь, ну, своему народу, это там априори, русскому народу было хорошо и, так сказать, на своей земле и справедливо. И тогда всем будет лучше в нашей огромной большой стране. Вот так. Ну, а теперь вторая часть. Разве вам не хотелось бы покатать внуков на аттракционах? Ну, внуков пока нет, но, допустим, да, понятно, что будут в любом случае, а дети и детей никогда не хотелось и никогда внуков не будет хотеться. Я что, идиот? Я что, так сказать, какой-то предатель? Значит так, ну, сейчас, сейчас прям разовью эту мысль. На аттракционах Диснейленда, то есть такая мечта, Американ бой, уеду с тобой, Москва, прощай, да? Ну, это вот то, чему учили тогда, в 80-е и начале 90-х, а потом выдало поклонство, преклонение перед Западом. Ой, какая радость, Диснейленд! Во-первых, вот эти все диснеевские мультфильмы, ну, на чём вот эти ленды основаны? Это рассадник идиотизма и насилия. Как вот эти бегают друг за другом дубинками бьют, унижают и так далее, это что? То, на чём надо воспитывать? Вы кто? Кто? Уже либерал, прокатившийся через эту матрицу, такой космополит, общий человек, человек мира? Предатель вы тогда своего народа? Продажная шкура. Нет, конечно, никогда не хотелось и ни за какие деньги я бы не стал этого делать. Ох, как они типа потеряют многое, да, наверное? Да они приобретут только. Это дураки только думают, что что-то там потеряет. Нашли апофеоз культуры. Но ладно дальше, говорит, провести их по Лувру, Дрезденской галереи. По Лувру, конечно, это совершенно другое дело. Уж сравнивать Диснейленд с Лувром никак нельзя. И это другое дело. Но я вам на это так скажу. Пока вы их не провели по всему Русскому музею, Эрмитажу, десяткам других основных главных музеев, а сколько сейчас частных, великолепнейших музеев в нашей стране. Вот я был в Ярославле, после Нового года ездили, вот в 24-м уже с женой и старшей дочерью. Мы были в нескольких музеях. Есть самый старый у нас в стране музей звука. Но звука, начиная от колокольчиков и там до граммофонов и, так сказать, прочих-прочих. Очень интересный музей, который в 93-м году основатель там открыл. Сейчас его сын там, значит, Кстати, армянин, значит, русский, вот он держит этот музей. Ну и вообще семья. Великолепно, да, огромное наслаждение получилось эстетическое. Так вот пока вы всё это не изучили, не провели, не показали культуру своего народа, историю, природу, географию, так сказать, биологию и так далее, вы просто не имеете морально никакое право посещать там какие-то заграничные музеи, а то вы, блин, свою страну изучили. Либо вы её, типа, изучили, но это чушь. Либо вам просто плевать на свою и восхищаетесь вы чужой, другой. И народной, и наземной культурой это предательство, это идолопоклонство, так сказать, вот дяде Сэму и прочим, так сказать, иным западным культурам. Просто про Лувр ничего плохого сказать не могу. Что касается Дрезденской галереи, а я лучше тут вспомню, как ваши друзья англичане и американцы в 45-м году бомбили Дрезден, впервые применяя массово напалм, когда огонь заживо сжигал тысячи женщин, детей, мирных граждан, не военные базы, они... Как, впрочем, потом вся история показала, в Корее, во Вьетнаме, в Ираке, Югославии, везде, что эти твари какую культуру высокую, Лувра не беру, это всё в прошлом и уже этого не будет, несут миру. Вы вот так вот лизоблюдно, идолопоклонством своим, выстилаете языком им дорогу, путь, а я, наоборот, закрываю. Хватит этого дешёвого унижения, самобичевания. У нас не меньше, а даже больше, великолепного и искусства, и картины, и музыки, и кино, и всего. Мы полностью самодостаточны. Почитайте, что на эту тему и Тургенев говорил, и насчёт русского языка, что говорил тот же Достоевский насчёт лакеев, либералов, которые русский либерал, это лакей, который только и ждёт, кому бы ботинки на Западе языком вылезать. Понимаете? Вот вы такой и есть либерал. Дрезденская галерея. Да после этого, как они уничтожили Дрезденскую галерею, американцы, ваши любимые англичане, я сама Дрезденская галерея, это хорошо. А вот то, что, так сказать, поехать, как вы говорите, там, в Англию, что это такое в Англию, мол, не поехать им? Да, всем надо уезжать из Англии, кто ещё считает себя русским человеком, у кого есть совесть и корни не сгнившие. Всё, а то тёпленькое местечко давно присмотрели. Не надо. Тем более, когда страна нуждается в людях, так сказать, очень нуждается, потому что нужно увеличение... Десятки миллионов русских людей по миру разбросаны. Приезжайте в Россию, хватит уже на чужбине слоняться. Ну ладно, дальше она. Сводить Барселону, Гауди. Я в Барселону и Гауди по телевизору посмотрю. Вася, Коля и Петя поедут, снимут или там оттуда. Передачи профессиональные, телевизионные есть. Такие, где я, побывав там, сам даже это не увижу. С высоты, с квадрокоптеров, истории рассказано, всё на хорошем русском языке. Я посмотрю с радостью и смотрю эти передачи. А ездить туда для того, чтобы просто галочку себе поставить, это я видел, причём не так хорошо, как в фильме. Нафиг это надо, терять время, жизнь, когда ты ещё свою родину не узнал. Побывал на Байкаль, на Алтае, там, сям, везде, да десяти жизней не хватит, чтобы нашу прекрасную страну увидеть и до конца познать. Сколько всего интересного по малым городам. Это счастье, действительно. Ну и дальше апофеоз. Показать, какой нежный океан на Бали. Нет, я хочу показать, какой нежный ледовитый океан, Белое море, море Лаптевых, вот это с радостью. А Бали, надо им, знаете, что устроить всем этим любителям Бали? Вот действительно, кстати, неправильно этот термин потребляют. Сейчас тоже повеселю вас кого-то, кто любит мой юмор. Есть такой, знаете, особенно филологи это любят говорить, вот эту чушь, а за ними повторять. Обезболивание. Во-первых, если у тебя боль, это одно. А если у тебя боль какая-то, то даже вот таблетка, она не обезболивающая, а обезболивающая, то есть убирающая что, Бали или боль? Боль. Значит, это первое. А обезболивание есть прекращение всех возможностей и способов посещать Бали. Ну или как кто-то говорит Бали. Вот это будет полное обезболивание. Никакого Бали или Бали. А вы, дешевые продажные шкуры, валите на свое Бали. Только обратно не приезжайте. А то многое от жизни хотите слишком. Ишь ты, жить они в кайф хотят. Нет, правильно в фильме «Покровские ворота», хотя и с таким комедийным, так сказать, намеком, говорит один из главных героев, Савва Игнатьевич, жить надо не для радости, а для совести. Ну, только здесь, конечно, правильно сказать, не для радости, а для развлечения, развлекух и наслаждений всяких своих. Понятно, жить надо для совести и по совести. И ради высоких, больших, светлых идей. И не только идеи, а воплощать их надо в жизнь. Если вы кто-то, кто не в теме про меня, что-то там будет говорить, а вы как или там воплощаете, только говорить могу, ну, тогда мое видео быстренько хотя бы посмотреть, а потом только вякать. Про такое, которое называется «Бросил Москву и построил город будущего в глубинке». Вот это видео мое, оно на другом канале, не на этом, на канале «Жизнь на земле». Ну, и на этом закроем эту тему. А, да. И зачем лишать их всех красот мира? Красот лишать? У нас в стране красот больше, чем на любых там Бали и прочих странах. А то ишь свое не ценим, порой презираем, а молимся на чужеродные. И еще там всяким пузом кверху наслаждение. Нет, страну поднять сначала, а потом что-то делать. Да, я не езжу никуда, я никогда в жизни не был за границей. И нафиг мне это не надо. И повторюсь, что если бы мне там, ну, даже не миллион, 10 миллионов долларов дали бы, да? Вот я клянусь, я бы не поехал туда даже на день. Никуда. Это я абсолютно говорю вот как есть. Ну, то есть истину просто. Все, закрыли тему, а то ишь, ну, какие людишки есть. И запомните, обезболивание – это лишение возможностей побывать на Бали. Я бы, кстати, это сделал на законодательном уровне. Да. Лиса Маликова, 3406. У меня к вам благодарность и уважение. У вас прекрасная продукция. Начинаешь принимать и сразу чувствуется, что она действительно, ну, правильная. А правда, я только один раз заказал. Ну, жаль, что, а, доставка во Францию дорогая и все такое. Но когда-нибудь налажу и буду выписывать. Надо. Конечно, надо. Всего вам хорошего на верном пути. Да, благодарю, рад, что вы так высоко оценили нашу продукцию, которой, конечно же, ни во Франции, ни в Англии, ни в США нет. Больше ее части. Такого уровня и качества. И даже наш сыроедный веганский шоколад лучше американского. Лучше, но и было с чем сравнивать. Я-то изначально американский. Мне таскали от лучших сыроедных, назовем так, кондитеров. Поэтому я это говорю. И тысячи людей, моих клиентов говорят то же самое. У вас есть такая... Во-первых, я скажу, что все-таки здоровье дороже денег. И вы для денег, а деньги для вас, для здоровья, чтобы жить дольше, качественнее, радостнее. В конечном счете. Поэтому я вам все-таки советую наши продукты заказывать во Францию, в другие страны, любые США, Канада, Корея, Казахстан, чего угодно. Мы отправляем любые наши товары, продукты, приборы, препараты в любые города России и любые страны мира. Это я сказал. Дальше идем. Василий Шарафудин. Юрий Андреевич, огромное благодарность за ваш труд. Очень полезные видео и советы. Смотрим все с большим интересом и применяем в жизни. Это очень хорошо. Не все, к сожалению, применяют это в жизни. Подскажите, пожалуйста, как оточить детей 5-7 лет от сладкого? Да, мать тоже сладкоежка. Вот, сухость кожи уже проявляется. Ну, то есть, начало инсулинорезистентности, а дети сейчас уже имеют поголовно практически инсулинорезистентность. Ну, и, конечно, это жуткое дело, потому что потенциал жизни сокращается, и такие дети раньше начнут получать все те условно взрослые болезни, ну, болезни запущенности организма, только в более раннем возрасте, к сожалению, это так. Поэтому, жаль, что вы приучили к сладкому, но отучить можно так. Либо, когда сменить обстановку, потому что вы, например, переехали куда-то, или даже пусть в гостиницу, или там в другой город, или куда-то, вот отпуск, отдых, вы уже, так, новые условия среды легче меняют и психологически, и физиологически переход на другую пищу. Меньше будут орать, ну, взрослому легче, понимаете, морально-психологически. Дети такого возраста понимают вообще, ну, мало чего, далеко не всё. Вот, но тем не менее, я вот вам дался это раз. Потом, ну, конечно, есть вариант такой, попытаться поговорить. Ребёнок, конечно, ну, 7 лет, может, ещё что-то поймёт, индивидуально это зависит, насколько он способен понимать разумом. Но пытайтесь всё равно и говорить, это всё равно в подсознании останется. И, ну, запрещать говорить, ну, и самому не есть, и жене, чтобы она не ела. Говорит, это вредно, я виноват, что вот кормили, а это вредная пища, это хочется, видишь, как ты хочешь. Что-то подсаживает тебя, зависимость делает, там, ну, вот, пытайтесь достучаться доступными для вашего ребёнка именно словами. Порёт, порёт, перестанет, потому что ломка через, там, 5-6 дней закончится. Ну, вот, плюс ко всему, переход можно сделать через сладкие продукты, не такие вредные. Ну, где, конечно, есть фруктоза та же, но натуральная, там, из виноградного, например, сока, фруктоза, который добывается, там, да, сироп виноградный или топинамбура, вот как наш сыроедный шоколад. Можете его на него перевести, а потом уже и от него отказаться. Вот такой вариант. Ну, то есть, когда уже, там, вы, так сказать, зависимость пройдёт от слова, а пройдёт она у всех, только нужно переждать. Анастасия Федоренко, что-то 62-08, да, дослушала до фруктоеденья, и не могу не высказаться, на меня в недавнее время стали нападать сыроеда сахарные наркоманы, которые месяцами пьют только фруктовые соки. Ну, видать, вот эта женщина, Анастасия, с ними общается, так сказать, вот с группой сыроедов, может быть, сама, в общем, нападать стали. Я провела исследование, может, она врач, и выяснила, что прежде всего, эта практика на фруктовых соках убийца печени, потому что фруктоза слишком быстро всасывается, ожирение печени, повышение имдогенного холестерина, камня желчного, воспаление кишечника, абсолютно и сосудов, и суставов порой, ну, суставы, малый вес у кого не сразу почувствует, сосудов, правильно, да, кишечника, да, подъём мочевой кислоты, и закисление организма ввиду синтеза молочной кислоты из фруктов. Вот список радостей от употребления сладких соков. Да, и дело там, понимаете, с одной стороны, это, конечно, не синтетический сахар и фенат, это понятно, но это фруктоза плюс глюкоза, потому что, например, арбуз, это чистая глюкоза, там даже фруктозы нет, или виноград. Это очень вредно, потому что удар на поджелудочную железу, на продуцирование инсулина, на проведение его в клетку, инсулино-резистент, всё то же самое возникает, как и у тех, кто ест просто вот тортики печенья и так далее, там практически то же самое. Разница только в том, что если это ультрамарафонец, например, то он не будет, пока он бегает ультрамарафон, это ощущать. И пока, конечно, дефицита белка нет, потому что инсулин будет вырабатываться моментально, значит, потребность клетки, раскачка как бы, метахондрии, за счёт активной физической, очень активной работы, это не будет чувствоваться. Но как человек перестанет, а когда-нибудь он перестанет, вот там посыпется организм. Знаешь так, я выпускал такие видео, где был такой вот, знаете, на фотографии видео, с такой дамочкой орущей, раскрытой, прям пастью у неё, как она была, была на сыроидне, а потом она начала там нападать. Вот у меня йога одна, подружка йогой занимается, фрукторианка, соки пила, и вот она опухла там это. Я ей дури обид по-другому, не скажешь. Она орёт, прям в сыроидне это всё фигня, это ты фигня. И эта дура ошибки сделала, глупости страшные, несусветные, убили своё здоровье, а потом сваливают всё на сыроидне. На естественную, единственную в природе форму, по сути, питания, то есть не варит, не жарит никто в природе, уж так усвоено по усвоению, что это близкое к ста процентам усвоение может дать только всех питательных веществ, только живая пища. Так природу превосмотрел, и тут вообще не нужно фантазий или споров. Это дурь, это вы свободаетесь со скалой. Ну так вот, я там в этом видео это объясняю, это раз. Потом, как раз вот в этом видео, где ошибки Кэмпбелл. И ещё видео, почему в наши дни мы не можем питаться только плодами, хотя мы плодоядные по видовому питанию. Тоже очень важный, очень важный аспект. Вот эти мои видео вам помогут глубже понять, осмыслить эту тему. Но людям это не донести. У них выходят камни, слизистые стулы, они расценивают это всё как детокс. Ага, очищение организма. Я вообще просто в шоке. Действительно, у них всё детокс. Год, два, три, всё у них детокс. Да там уже никакого детокса. Короче говоря, значит так. Вот моё видео на эту тему про то, как умерла одна тоже любительница Бали и прочих островов. Одна фрукторианка. Я там это прям вот объяснил. Причём на двух или трёх примеров таких же людей, кто умер. Не сыроед не виноват. А какие они глупости творили. И какими они были действительно фанатами, которые уже не имели критического мышления и даже не пытались понять. А может мы ошибки делаем какие-то страшные, коль не всё так хорошо у нас. И вот это видео, аналитика, почему, от чего умерли вот эти вот известные фрукторианцы, сыроеды, я тоже вам оставлю изучить. И вы всё будете понимать полностью. Да, я вас понимаю. Понимаю ужас просто. Ну пытайте, а вы дайте, знаете что, вы пошлите им вот эти мои видео. Прям подборку. То есть зайдёте прям под это видео. Найдёте вот эти мои, о которых я говорил. Их я попрошу отдельно от плейлиста «Сосиска в голове» там прям моего помощника выложить. Даже разделить, знаете чем, пробелами. Пробелами поставим вот этих несколько, 4 или 5, которые я сейчас назвал. И вот вы прям скопируете, пошлите им, смотрите, мол. Но теперь протест глупый вот такого характера ко мне. Жаль, что вашу спирулину купить можно в заказе от 10 тысяч только. А это не всем доступно. Но ведь вам зрение пока доступно. И хоть какое-то внимание, пусть самое крошечное. Уж я не знаю, как выделить. Давайте так, сделаем, дорогие товарищи, вместе с вами доказательный эксперимент. Заходим на мой сайт «Продукты от Фролова». Находим спирулину. Ну, например, по 500 грамм. Например, в порошке. И вот заходим. Что мы видим на этой страничке данного товара? Поверьте, то же самое и на все виды спирулины, на все виды хлорелы. 100 грамм, 250 в порошке, в таблетках. Что мы видим? Что мы видим прямо над товаром? Что мы видим в рамочке? Ну, прям, внимание, это же бесполезно, мне пришлось рамочку. Более того, красного цвета рамочка. Ну, чтобы как-то отделить зрительно для совсем плохо видящих и думающих. Что там написано? Читайте. Что для тех, кто не может или не хочет по какой-то причине купить только другие товары наши, по нашим правилам нашего сайта на минимально возможную сумму от 10 тысяч рублей, ни одного товара, любых, любых из нашего тысячи там товаров, ну, не хочет. Пожалуйста, тогда переходите на другой сайт, просто мышкой можно нажать, и вы перейдете на тот сайт, и покупайте там хоть одну пачку. Ну, неужели вот это не очевидно и не видно? Это просто нет слов, просто нет слов. Ну, давайте, может быть, мы, дураки, за годы чего-то не доработали. Объясните, как это акцентировать, показать людям еще нагляднее, чтобы никто такую чушь не писал. Как? Кто знает, напишите под этим видео. Идем далее. Здравия Юрий Андреевич, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, куда человек попадает после смерти и что с ним происходит потом? Интересно ваше мнение. Только не мнение, хотя бы суждение. Пишите. Потому что суждение – это некое размышление. Мнение, оно ни на чем не обосновано. А должны быть знания. Или знания, или суждения. Я прошу к словам относиться серьезно. Никогда про мнение не пишите. Благодарю за вашу деятельность, успехов вам. Благодарю вас. Ну, давайте попытаемся порассуждать. Вы знаете, даже… Это, конечно, глубоко философский вопрос. И он требует отдельного даже видео, я бы сказал, до разбора. Но если кратко, я скажу самую суть так. Знать, конечно, вот именно знать этого я не могу. Как и никто из вас. И кто бы не говорил вам знать этого, он не может. Надеяться, так сказать, желать. Ну, может. Так вот, я полагаю, я и надеюсь, и полагаю, что самое разумное из всего того многочисленного объема информации и тех знаний, что я когда-либо получал, я считаю, я предполагаю, что жизнь, конечно, вечна. Что мы, сама сущность человека, как по восточным, скажем таким, поверим названием, то есть живатма, я, неделимая единая сущность Всевышнего, так сказать, вот та самая душа, если хотите, это вот эта живатма, вечно. Мы проходим процесс на земле, если можно так сказать, личного роста и эволюции от более простого существа к более высокому. Познаем этот мир, но не помним прошлой жизни, потому что так урок проходится и даются новые возможности людям его пройти. Не все, может быть, но, скорее всего, правы те, кто сохранил более древние знания, вот эти вот ведические в индийской культуре, но основанные, взятые, безусловно, это знают брахманы высших стадий посвящения на славяно, ну, так называемых славяно-арийских ведах или древней протославянской культуры. То, о чем говорили греки, гиперборийцы и так далее. Ну, вот эти знания, эти знания, я считаю, эту информацию самой правильной, разумной и логичной. То есть, мы проходим некое перерождение, перевоплощение. Наша нынешняя жизнь есть следствие прошлой и причина будущей. Поэтому, что посеешь, то и пожнешь. В природе есть законы причинно-следственных связей. Они просматриваются абсолютно везде, всегда и во всем. Тогда почему бы нам не предположить, что и в этом тоже они прослеживаются, исключений нет. Из христианства когда-то это учение о реинкарнации Христа убрали. Когда они обкарнали Евангелие, да их и было больше, а не только четыре, те, что сейчас являются каноническими. И много раз собирались соборы в третьем веке, и до, и после. И убирали, что-то меняли. Поэтому то изначальное мы точно не знаем, но скорее всего, скорее всего, так сказать, действительно убрали. Убрали. Потому что многого правильного, справедливого есть и там. Но и Иисус, где был до 30-33 лет, на Востоке был. Известно ли это? Да, известно из старых разных манускриптов, о которых многие рассказывали тот же Рерих, например, при своей огромной глобальной экспедиции в Гималайи, Тибет и туда, в общем, в те края. Конечно, наказание есть, потому что наказание это справедливость, если они справедливые, ну а в природе несправедливого ничего нет. Так что, коли жизнь существует и такая гармоничная, сложная жизнь, то она логичная, справедливая, обоснованная. Люди живут несправедливо, необоснованно, нелогично, и поэтому создают такие проблемы, которые даже непонимаемы ими зачастую. Но они сами порой виноваты, и, конечно, они несут за это ответственность, да. Даже если не понимают, откуда мне такая послана кара. Но это вот с вашими помыслами, мыслями и дальше уже действиями формируется жизнь. И правильно сказано и в той песне великой Крылатого пелось, что «Ведь ты, человек и сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай, иди против ветра, а не по ветру плыви, по течению, на месте не стой, поверь, не бывает дороги простой». То есть вот это вот очень сильные, правильные, важные слова. А можно сказать словами Высоцкого, что там, ладно, религию там удобную придумали индусы, но главные слова, вот абсолютно с чем я согласен, что не лучше ли при жизни жить, быть приличным человеком? Вот это абсолютно точно и всегда на пользу пойдет, какой бы там дальше жизни, судьбы не было бы, даже если ее не будет вообще. Хотя я, конечно, убежден, что жизнь вечна. Если человек это осознает, понимает, задает себе эти вопросы, его это мучает, это безусловно есть. Это безусловно есть. К тому же много свидетельств того, даже знаете, у Рериха есть такая книга «Семь великих тайн космоса». И там в одной из глав описано, наверное, самое интересное. Как происходит, ну от одного просвещенного, тот, кто на таком пути личной эволюции уже стоит, что он помнит прошлую свою жизнь, он помнит перерождение. Как от смерти, что было до новой жизни, что происходило. Вот я вам даю подсказку, можете послушать. Очень, может быть, что и так, или около того, что-то. Но жизнь вот именно вечно. Тела нет. Поэтому чело, век. Чело это тело, данное на век. Другой вопрос, что век это не 100 лет, а там больше, ну пусть даже 100 по нынешним критериям. Хотя там 144 года, ну ладно, неважно в древнеславянском, так сказать, понимании. А вообще я вам советую очень, знаете, что посмотреть еще. Вот уж, коли мы на такую тему заговорили. Все лекции, что найдете в ютубе, Жарниковой, Светланы Жарниковой. Очень советую. Ну, идем далее. Галина Черемникш. Тут очень сложная, видимо, фамилия или не фамилия. Чем больше смотрю ваше видео, тем меньше хочется в мясо, в пищу употреблять. Очень рад. На многие вещи глаза открываются, очень рад. Привыкли жить так и мясо есть, и нормы это считаем. Да, перестроить мозг не каждый сможет. Нет, сможет каждый, не каждый захочет. А не каждый наберется смелости. А многие будут отмахивать от себя, потому что боятся что-то менять в жизни. И убирать любимые привычные вкусы. Что нечестно, низко, недостойно. Высокого звания человека разумного. Но я рад, что вы уже на этот путь встали. Только давайте так. Не идите к нему годы, только лишь понимание вас будет успокаивать, что так надо. А просто возьмите, как я, когда-то. И за одну секунду, осознав, перестал навсегда есть мясо. Уже сколько? Лет 15. Фокс Ра 181. Я удивляюсь людям, и, наверное, уже сотням людей, указало на их проблемы в организме. Ну, видимо, знакомым. Только по вашим материалам и причину. И как предотвратить эти проблемы, в том числе и родственникам. На свои деньги купило у вас огромное количество продукции. Но в итоге они ничего в своей жизни не изменили. Даже леним микрозелень проращивать. Отказываться от белого хлеба, сахара. Выход такой. Пусть сами... Ну, вывод тогда, правильно, да? Пусть сами ходят, мучаются, и больше я им ничего не буду отправлять. Ключи, сайты, каналы, видео. Всё есть. Дальше сами пусть одним местом пошевелят. Когда петух клюнет, да. Хотя тогда порой зачастую бывает уже либо поздно, либо очень обидно за, как говорится, бесцельно прожитые годы. Или, скажем, полупрожитые. В полубольном состоянии. Что за жизнь? Извините, накипело. Абсолютно правильно. Я переживать за них больше не буду. Ну, конечно, понимаю, абсолютно правильно. Это вот как совершенно в христианстве правильно сказано, что, так сказать, вот бисер не мечеть. Один раз сказали. Другой раз свидетеля приведи. Третий раз. Значит, ну, и если уж всё бесполезно, ну, всё, вот уже, так сказать, ну, не мечи бисер, правильно, правильно, ну, зачем себя убивать напрасно? Ладно бы не напрасно спасти великую цель, так сказать, миссию близких людей. Это святое дело. Но если уже всё бесполезно, значит, судьба такая. Вы сделали, что могли от вас. Ну, совесть ваша должна быть спокойна. Ну, захотите через какое-то время, попытайтесь ещё раз достучаться. И, конечно, тратьте тогда эти деньги, покупайте наши продукты, товары для себя. Для совсем ваших детей там, или, я не знаю, ну, мужа там, ну, в общем, для самых близких вам людей. Так сказать, вот что вы вместе живёте, едите, это правильно. То есть, ну, тогда уже волей-неволей те, кто рядом с вами, лучше, качественно и дольше проживут, потому что вы, по крайней мере, они уже просто, не думая даже, будут, по крайней мере, есть что-то, что, так сказать, поможет им продлить их жизнь и сделать её более качественно. Те же витамины основные, D3, K2, там, С, так сказать, антиоксиданты, такие, как астексантин, глутатион. Очень советую. Спирулина, хлорелла, безусловно, уже фокус. И последнее на сегодня письмо, вот недавно я зачитывал, тоже Галина, вот эта вот с очень сложной фамилией, или там, ник такой. И люди с достатком, возможностями, далеко не всегда знают, как правильно питаться и где здоровую пищу покупать. Да, они почти не... А, ну, а где они покупают? У вас бы куку вкуса заедут где-нибудь на... Если мы про Москву, там, на Новой Риге живут, или там, на Рублёвке, или в центре Москвы, на Патриарших, там, ну, да, в центре. Ну, да, они там и покупают, и думают, что если дорого, значит, это лучшее. Вкуснее? Конечно, да. Лучшее? Нет. Информации, продукты от Фролова, это очень большая польза для людей. Не можете покупать, пользуйтесь хотя бы информацией, ну, из моих видео, и снижайте вред настолько, насколько возможно. Совершенно верно, любой человек, не имеющий денег, живущий в глухой дереве, тоже может воспользоваться моими важными советами, исходя из своих возможностей и образа жизни. Во-первых, поменять образ жизни может любой. И ввести другие продукты, которые даже не дороже, или выращивать сам тоже сможет. Но главное, информацию получить, знать, а потом не лениться и делать. Юрию Андреевичу огромное спасибо за труд. Ее работа только добро людям. «Разве не видите этого?» Завершает свое письмо Галина. Благодарю, Галин, за такие вот правильные, добрые, теплые слова, и главное, за неравнодушие, и то, что... Ну, и за крик души. Он понятен, и его разделят с вами тысячи людей других. Жаль, конечно, что люди так глупы и ленивы в основной своей массе, что и смотреть мои видео не будут, и вникать. И уж тем более, кто даже посмотрит, мало кто из них за ум возьмется и что-то изменит в своей жизни, хотя это не так сложно. Еще раз попытаюсь донести такую истину, что привычки, дорогие мясоеды, и те, кто хочет жить именно так, как вы сейчас хотите, вас злит то, что я говорю. Вот поверьте хотя бы, поверьте. Я истину говорю, что привычки, вкусовые в том числе, меняются. И то, что вы не представляли, злились, как вы будете это есть, что вам это невкусно, потому что вы сейчас так представляете. Ну, глупы вы. И не спорьте со мной, не спорьте, это так. Потом многие мне пишут, да, я был глуп, злился, что вы меня дураком называли, но потом понял, что так и есть, извините. Это вот поэтому не я извиняться должен, а вы. Я-то вам добро вот таким, пусть дубинкой, но добро хочу сделать. Так вот, вы поймите и поверьте хотя бы пока, что вкусы изменятся, и потом вы смеяться над собой прежним будете. Но на этом на сегодня все. Поставьте пальчик вверх, напишите комментарии, чтобы продвигать видео под этим видео. Проверьте, подписались ли вы на канал, и главное, приходят ли вам уведомления. Там должен быть колокольчик нажат, и еще нажать «Уведомить о всех видео приходящих». Ну вот, примерно так. Итак, пересылайте ссылку на это мое видео и на другие мои видео своим друзьям, близким, коллегам, ну или тем, кому вы просто вот помочь хотите, или поспорить, или доказать. Потому что сами не можете, а я это, например, сделаю лучше. Ну вот так. До новых встреч.